Самый жаркий за всю историю метеонаблюдений. Именно таким выдался 2014 год на Земле. Что год грядущий нам готовит? Поговорим об этом значительно позже. А вот в студии утреннего эспрессо опять горячо. Доброе утро! Это программа «Утренний эспрессо». Меня зовут Вероника Яковец. И мы начинаем новый день. Оставайтесь с нами, и мы постараемся в ближайшие 45 минут сделать для вас радостными и интересными. Сегодня в «Утреннем эспрессо». Материнский капитал и другие возможности для многодетной семьи. Вопросы и ответы. «Конники» из «Давидгородка». Уникальная традиция на Полесье. «Автостопом по земле. Вслед за мечтой». И «Философия звука». Дебютный альбом композитора электронной музыки из Дреста. Сегодня 21 января. И сегодня вы имеете полное право обниматься. Обнимать и быть тем, кого обнимают, если можно так выразиться. Не стесняйтесь выражений чувств, ведь сегодня Международный день объятий. Согласие обнимаемой стороны, конечно, лучше спросить, чтобы не попасть в неудобное положение. Но в любом случае праздник пройти мимо не должен. Обычно в этот день проводятся различные флешмобы, поэтому будьте готовы. Ну а пока вы рассуждаете об объятиях, я предлагаю вам посмотреть прогноз погоды на сегодня. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Спектакль по произведению Василя Быкова «Круглянский мост» И восстановит Брестский театр драмы к 70-летию Победы. Вышедший в 2005 году спектакль имел широкий успех у зрителя. И спустя 10 лет эта постановка вернется на сцену. Александр Козак и Тимофей Ильевский готовят сценическую интерпретацию. И надеемся, достаточно скоро мы сможем увидеть спектакль «Круглянский мост». Не переставайте следить за культурной жизнью региона. А сейчас мы вам расскажем о других важных событиях в области. У Брестских дорожников появилась машина, которая позволяет проводить ямочный ремонт даже в морозные дни. Причем довольно качественно. Ее работу недавно оценило городское руководство. Есть надежда, что со временем на всех городских улицах будет лежать хорошее покрытие. Подробности на страницах «Вечерки». Брестский автовокзал оккупировали бомжи. Ведут они себя не всегда адекватно. Какие меры и кто должен предпринимать, чтобы помочь этим людям? И стоит ли наказывать за бродяжничество? Мнение за и против в «Вечернем Бресте». 13 января 2015 года воспитанники Кобринского детского реабилитационно-оздоровительного центра «Колос» встречали олимпийцев. Подробности уникальной встречи, организованной в рамках акции «Наши дети», читайте на страницах Кобринского вестника. Каждый житель многоквартирного жилого дома хоть раз задавался вопросом, куда идут деньги, которые он платит за техобслуживание и капитальный ремонт жилых домов. Какие виды работ жильцы должны оплачивать из своего кармана? С этими и другими вопросами корреспондент Кобринского вестника обратился в Кобринское жилищно-коммунальное хозяйство. Подробности в свежем номере районной газеты. Большое событие произошло на Полесской земле. Пинский район отпраздновал 25-летний юбилей. Подробности читайте в газете «Полесская правда». Очередную значимую победу одержали представители Пинского района. Молотковичская вспомогательная школа-интернат признана лучшим учреждением специального образования Беларуси. Чем еще уникальна школа-интернат? Об этом читайте в Полесской правде. Последние полтора месяца уходящего 2014-го фотокорреспондент Пружанской газеты районной будни Сергей Толошкевич провел в воинской части на службе в резерве. Армейскими впечатлениями и размышлениями, а также фотографиями он делится с читателями в своеобразном отчете солдата. Читайте свежий номер издания. Лунинецкий район отпраздновал 75-летие со дня основания. О том, как чествовали лучших тружеников, которые стояли у истоков многогранной истории края. О тех, кто сегодня вносит свой вклад в развитие и процветание своей маленькой родины и о перспективах района, пишет газета «Лунинецкие новины». Для спасателей не бывает выходных. И в свой профессиональный праздник 19 января они стоят на защите жизни и благосостояния своих граждан. Тем не менее, именно сейчас самое время подвести итоги, назвать лучших и определить задачи на будущее. Читайте «Лунинецкие новины». Повезло тем ученикам средней школы номер 3 города Лунинца, первой учительницей которых была Любовь Патурай. О рабочих буднях, радостях и невзгодах прекрасного педагога читайте в свежем номере лунинецких новин. О чем прочитать, узнайте из обзора прессы утреннего эспрессо. Одна из самых обсуждаемых тем начала года – материнский капитал. О поддержке материнства и детства сегодня утром нам расскажет Дардюк Варвара Григорьевна, начальник управления заработной платы трудовых отношений комитета по труду, занятости, социальной защите Брестского областного исполнительного комитета. Варвара, доброе утро. Доброе утро. Вы знаете, действительно, в последнее время, особенно в конце 2014 года, в начале 2015 года, одна из самых обсуждаемых тем – это так называемый материнский капитал. Сегодня мне бы хотелось, чтобы мы развеяли некоторые мифы, которые уже успели построиться вокруг этой темы, а также рассказали о том, что это есть такое. Но прежде мне бы хотелось, чтобы мы с вами сакцентировали внимание на следующем. Вообще, вот какая поддержка оказывается, если можно так выразиться, институту материнства и детства в Республике Беларусь и, в частности, в Брестской области? В Республике Беларусь оказывается существенная поддержка семьям, воспитывающих детей. Это и предоставление семейных пособий, обеспечение малобеспеченных семей продуктом и питанием бесплатно в возрасте первых двух лет. Семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, предоставление государственной адресной помощи. Кроме того, семьям, воспитывающих ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет и воспитывающих более троих детей, предоставляется один свободный день в неделю с оплатой по среднему заработку. Семьи, воспитывающие ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, из средств государственного социального страхования, также производится оплата одного дня в месяц. Так что мы видим, есть поддержка и материнству, и детству в качестве каких-то пособий и в качестве даже вот такой поддержки, как, допустим, оплачиваемый выходной день. Но все же, как говорится, вернемся к нашей основной теме. Итак, материнский капитал. Указом президента Республики Беларусь от 9 декабря 2014 года номер 572 был принят такой вид поддержки, как материнский капитал. Кроме того, этим же указом было предусмотрено оказание семьям, воспитывающих детей до 3 лет и старше 3 лет, от 3 до 18, ежемесячного пособия в размере 50% бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения. То есть семьи получили право ежемесячно, если есть ребенок до 3 лет, еще на такой дополнительный вид государственной поддержки. Скажите, пожалуйста, а то, что касается, я опять-таки вернусь к материнскому капиталу, он распространяется на семьи, которые ждут третьего ребенка. То есть этот ребенок должен появиться на свет уже после 1 января 2015 года. Расскажите, пожалуйста, вот об этих нюансах. Право на получение материнского капитала получают семьи, у которых с 1 января 2015 года рождается третий ребенок, либо последующие дети. Варвара, скажите, пожалуйста, а вот этот капитал, который получит семья при рождении третьего и последующего ребенка, она воспользоваться этим правом может один раз? То есть, допустим, один раз на третьего ребенка или несколько раз на третьего, на четвертого и так далее? Да, Вероника, такое право семья имеет единожды. То есть только один раз можно воспользоваться этим правом. Ну и уже близится к завершению нашей с вами беседы, мне бы еще хотелось спросить, скажите, два таких пункта. Первый, когда семья может получить материнский капитал, вот этот вот они сразу получают или через некоторое время? И сразу же я вам второй вопрос задам. На что можно потратить эти деньги? На все, на что захочется или существуют какие-то ограничения? Семья может воспользоваться материнским капиталом при достижении ребенка возраста 18 лет. Кроме того, указом четко определены цели, на которые может израсходоваться материнский капитал. Это улучшение жилищных условий, получение образования, получение дополнительной пенсии. И подводя такой небольшой итог, мне бы хотелось сделать тоже еще акцент на том, что эта тема пока она новая, свежая. Здесь, я думаю, у наших телезрителей возникнет еще немало вопросов. К сожалению, мы ограничены в эфирном времени, мы не можем ответить абсолютно на все вопросы, но всегда можно куда-то обратиться, где могут дать какую-то полезную консультацию. Куда обращаться по данному вопросу, по данной теме? Ну, указом определено, что право на материнский капитал определяют местные исполнительные и распорядительные органы. Еще нормативно-правовые документы находятся в стадии разработки. Какой именно орган это будет осуществлять, будет известно чуть позже. Ну, и в течение шести месяцев семья имеет право обратиться за получение материнского капитала и семейного пособия в возрасте от трех, и воспитывающихся от трех и выше детей. Варвара, огромное вам спасибо за то, что сегодня утром вы пришли к нам в студию, ответили на наши вопросы по такой свежей, актуальной и очень волнующей теме. Огромное вам спасибо за то, что вы были сегодня утром вместе с нами. Еще хотела сказать, что обратить внимание, что за назначением пособия в возрасте семьи, воспитывающей ребенка до трех лет и от трех до восемнадцати, необходимо обращаться по месту работы. То есть по месту, где назначалось это пособие. А только неработающие граждане, которые получают пособие в органах по труду, занятству, защите, обращаются в соответствующие органы. Ясно. Спасибо большое. Мы напоминаем, что сегодня утром в гостях утреннего эспрессо была Дардюк Варвара Григорьевна, начальник управления заработной платы трудовых отношений комитета по труду, занятости, социальной защите Брестского областного исполнительного комитета. Ну а сейчас на телеканале Беларусь-2 реклама. Здоровый я, здоровая страна! Здоровый я, здоровая страна! Снежная, снежная, тонкая, нежная В руки снежинкой упала сама Окна завьюжены, будто простужены Это пришла зима Синие, синие, очень красивые Щедро развахнуты, как небеса Мне улыбаются и сгораются Счастьем твои глаза А на днах снег белый кружится Кружится голова Ведь могло бы у нас не сложиться Сложится, ты права Как два плюс два Я точно знаю, что тебя не потеряю И в сотый раз взлетая таю На ладонях твоих Белое, белое облако Целое легких снежинок и сказочных снов Вьюга развеется, все перемирится Если в душе любовь Нежно и ласково, добрыми сказками Вечер старается нас усыпить Как это здорово нам с тобой поровну Мир на двоих делить А на днах снег белый кружится Кружится голова Ведь могло бы у нас не сложиться Сложится, ты права Как два плюс два Я точно знаю, что тебя не потеряю И в сотый раз взлетая таю На ладонях твоих А над нами снег белый кружится Кружится, кружится голова Ведь могло бы у нас не сложиться Сложится, ты права Как два плюс два Я точно знаю, что тебя не потеряю И в сотый раз взлетая таю На ладонях твоих А над нами снег белый кружится А над нами снег белый кружится Кружится Ведь могло бы у нас не сложиться Сложится Как два плюс два Я точно знаю, что тебя не потеряю И в сотый раз взлетая таю На ладонях твоих А над нами снег белый кружится А над нами снег белый кружится А вот, кстати, любите ли вы мягкие игрушки так, как люблю их я? Если да, то спешите в ЦМТ А если вы еще не определились Тогда точно вам стоит посетить выставку мягкой игрушки Которая сейчас проходит в Центре молодежного творчества в Бресте Вы будете удивлены, какой может быть игрушка, сделанная своими руками Посетить выставку можно до 25 января А сейчас мы вернемся к калядной тематике Об играх, традициях и полейской культуре Итак, уникальные коники из самого Давид Городка Коники! Шудрячники! Заходьте, заходьте, заходьте! Нина Шапетька неколи сама Гэтак же перопраналася в цыганку тезиму И шла щадровать Головное было, как никто не познал Инакше легко могли б из пионеров погнать А после из комсомолу Олега Нарыца не минула неводного свята, якое б яна пропустила Рассказывая, быцем неколи Исновала соправдная конкуренция помиж калядниками То где мы ходили? Только по улицам И у нас это гепирайон Нема права идти на болото Гэтомельники на болото не пойдут Бо там своя есть, мы же их гроши забираем И сторож треба, чтоб спалка Такий старший человек ходил Обязательно Потому что побьют коняк Побьют, а без коняк Куда жить? По всей Беларуси головный вобраз калядников С подарения коза Якое где походить, там и жито родить А где не бывает, там, як вя дома, яно вылягая У Давыдгородку, что на столе шиня Головный персонаж каляд белый конь Символ добробыту, достатку и плодовитости А тюль и назва народного свята Якое отзначается на старый Новый год Коники По традиции на такого вось коня усаживается вершник А ехать верхом повинен обовязково мужчина У солдатским шинели и шапцы И еще один головный атрибут свята Калядная песня «Сосна» О, а тут конников багато прийти, треба, чтоб же стол полный был полный Наталья Коваленко весь день рыхтовалася до приходу конников Загадя сварила кутюз, пякла пирогид и посмажила рыбу Отрымался досыть богатый стол А головная наполнила грошим о кишени Якими пасля одурить гостей за веншавальные песни А чтоб гроши вались, я вам показать Там у меня же под елкой гроши лежат Это на покути надо, чтоб они были Чтоб карманы всегда же были полненькие У нас в городку заведено так Тринадцать блюд Это как закон должно быть на столе Хотя люди говорят, что это ж чертова дюжина Но надо же черта подластить его Чтобы он же нас благополучие нам приносил Чтоб не был так, если я кажусь, что-то забарим Не надо вон там Ох, конь ты мой конь, золотая рыба Слева минут ждала вас Это великое счастье, коли колядники не обменялись Минуть хату Али отчаиваться не пришлось Яны добралися навод до рабочих мест Цау Городчуков И до трассы Перогороживали автомобилем дорогу И не пропускали, поколь не заспевают Стеню утягнуть водителя Яго пассажиров у пляс Отчаиваться, колядники собрались на площади князя Давида Серо традиционных цыган, кос и гусаров пришли и современные колядники Чабурашки, Шреки, Микки Маусы У кого на что фантазии хапила Однако при обовязковой присутности коньика Можно быть ким заугодна Подлумачили тут Так гуляют стольки на Столинщине Так щадруют стольки у Давыдгородку Уже на протягу долгих-долгих годов Сегодня самобытное фольклорное свято коньики Плануется унести у спис нематериальных историко-культурных каштовностей Белоруссии и ЮНЕСКО У ЖО проводится пылная работа Мы в шикровали, вот не взглядали Добрый врачок, шотный врачок На новое лето, где позже жить там Добрый врачок, шотный врачок Добрый врачок, шотный врачок Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Зима, холода Не очень сильные пока, но все же Отшумели праздники и большинство из нас понемногу возвращается в обычный режим питания Прежде чем менять рацион, обязательно посоветуйтесь с врачом-диетологом Зимой организм нуждается в дополнительной энергии, поэтому голодать не стоит А вообще универсальный совет Не забывайте зимой об овощах и фруктах, о тех, которые доступны по крайней мере Небольшой алгоритм Полезно зимой съедать по четыре по цвету и виду разных овощей и фруктов Ну а мы продолжаем вкусную тему Мастер-класс вкусной и здоровой еды проведет шеф-повар отеля Эрмитаж Доброе утро Сегодня я приготовлю самый нежный и вкусный и удивительный по приготовлению омлет С вами шеф-повар ресторана Эрмитаж Гайнин Ван Начнем? Для этого нам понадобится Яйца, молоко, соус ворчестер И украсим мы немного черри и петрушка Берем три яйца Немного молока 6 капель соуса ворчестер Если у вас не нашлось дома соуса ворчестер Можете заменить его либо соевым соусом, либо немного табаско для вкуса Немного соли И перца Все мы тщательно Перемешиваем Изюминка приготовления нашего омлета мы будем уготовить на паровой бане Постоянно перемешиваем И вот наш омлет уже готов Теперь нам осталось его выложить И украсить Аккуратно выкладываем Украшаем томатами Немного сверху Немного положим по бокам И декорируем Петрушкой Итак, наш самый легкий и нежный омлет готов С вами был шеф-повар ресторана Эрмитаж Галинина Иван Приятного аппетита 21 января Ознаменовано следующими событиями 1815 год Дата рождения Гороса Уэльса Американского дантиста-пионера Использование анестезии для обезболивания во время операции Одним из обезболивающих С которым Уэльс экспериментировал на себе Был веселящий газ Который, однако, оказался не лучшим средством для этой цели 1934 год Дата рождения белорусского архитектора Олега Стаховича К основным его работам можно отнести курган Славы советской армии Освободительницы Беларуси И главный вход в виде звезды В мемориальном комплексе Брестская крепость-герой 21 января 1969 года Родилась Наталья Стасюк Белорусская спортсменка Которая добилась результатов в академической гребле Наталья – мастер спорта СССР международного класса Заслуженный мастер спорта Беларуси Бронзовый призер 26-х Олимпийских игр 1976 год Сдан в эксплуатацию Барановический завод автоматических линий За пять лет до этого Также в январе на площадке Отведенной под строительство завода Был вынут первый ковш земли 21 января 2001 года В Москве на Аллее звезд У концертного зала России Заложена звезда руководителя Государственной ансамбля песняры Народного артиста Владимира Мулявина Ну а теперь давайте немного помечтаем Если бы я был главой района Именно под таким названием в Березе прошел конкурс для молодежи Молодые люди высказывали свои пожелания о благоустройстве города и района В конечном итоге жизнь обретут два проекта Итак, в Березе появятся солнечные часы А также скейт-парк Как видим, мечтам свойственно осуществляться Ну а сейчас интересный рассказ о том Как отправиться вслед за мечтой до самого экватора Брещанку Таню Гендер застать дома практически невозможно Девушка постоянно путешествует Она уже проехала автостопом расстояние больше экватора А это примерно 60 тысяч километров За ее спиной 13 стран Особенно запомнились те города и Веси Где не ступала много туристов И ее страсть – горы Привет! Мы находимся в Альпах на высоте почти 2000 метров Это скалы И внизу есть табличка «Не ходите сюда, это опасно для вас из жизни» Вообще вы здесь к черту разобьетесь Первый подъем Таня совершила на Айпи-3 Она уже оставила свой след на Эльбрусе и в Карпатах На грузинских Казбегах была в Хибинах, Саянах и у подножия Ужбы Один из самых таких важных моментов – это было покорение вершины в Гималаях 5,416 метров Это лично для меня был большой такой шаг, большой рекорд И я вот была просто безумно счастлива, достигнув этого И, конечно, мысли в Гималаях, особенно ты понимаешь, насколько все тленно и бренно в нашем мире И насколько есть другие более важные вещи, более высокие, более духовные И там, да, там в Гималаях такая атмосфера тебя просто накрывает философией Каменец потом был Минск, а дальше, еще дальше, Россия и Украина Так девушку занесло почти на край света, в Тыву Там она участвовала в раскопках древнего захоронения скифов И даже завязала знакомства с местными шаманами и народными артистами Там же осознала, чтобы путешествовать совсем не обязательно быть полиглотом На эти мысли натолкнул попутчик Оливер из Лондона Не понимаю русский, не понимаю, не понимаю русский Часто бывает даже от избытка эмоций сажусь где-то и просто плачу Потому что до такой степени красиво или до такой степени здорово И я так рада, что у меня есть возможность увидеть это место Она уже наблюдала купание слонов в непальской деревне Саураха Восторгалась танцами любвеобильных грузин И даже угощала индусов белорусским молоком Привет, белорусский молоко наилепшее Прямо сейчас, в эту минуту Татьяна держит путь в Африку В ее планах посетить Уганду, Руанду, Танзанию, Замбию и Намибию Сходить на недельку в горы, побывать на водопаде Виктории и пустыне Намиб Маляриных комаров, ядовитых змей и мух цице она не боится Я уже начитана и посмотрела несколько передач по поводу баригенов Конечно, не хочется попасть к тем, которые, скажем, подготовленные баригены Которые ради туристов одеты и, в принципе, готовы перед ними сплясать и спеть И все это за деньги Хочется попасть, конечно, на настоящих Это гораздо сложнее Не знаю, насколько мне это удастся Но когда уже встречу, буду действовать по ситуации Я даже не знаю, какие у них там традиции, обычаи встречать гостей Но главное, чтобы не съели Девушка мечтает объехать всю планету Правда, для этого нужна отменная компания А найти хорошего попутчика, уверена она, куда сложнее, чем перечислить все 256 стран мира А теперь поговорим о музыке О которой, возможно, вы еще не слышали Но пришло время узнать В гостях Утреннего Эспрессо белорусский диджей-продюсер, композитор и музыкант из Бреста Дмитрий Будник Дмитрий, доброе утро Доброе утро Дмитрий, мне сразу хочется рассказать телезрителям Утреннего Эспрессо о том, что у вас вышел дебютный альбом И вот сейчас мне бы хотелось, чтобы вы рассказали о самом альбоме А также о том музыкальном направлении, которое вы, если можно так выразиться, культивируете Давайте мы сначала об альбоме поговорим Альбом называется Plastic Apple В переводе с английского языка означает, что это пластиковое яблоко И смысл этого выражения и вообще названия заключается в том, что и люди на сегодняшний день есть тоже такие И музыка есть, вот как пластиковое яблоко Не настоящее Не настоящее, они выглядят хорошо, как бы вкусно, но кушать это нельзя Вот, поэтому и появилась вот идея назвать альбом именно так И один из треков называется Plastic Apple И он самый первый, в принципе, родился вообще из этого всего альбома Именно в этом стиле, все это сделано в стиле дабстеп, но не просто в стиле вот дабстеп классический Как вот обычно слушатели знают его А я использовал смесь трендс-музыки и дабстеп для того, чтобы сделать этот альбом более таким живым, можно сказать Тем более, что трендс-музыка, она начинает покидать наши, как бы, площадки различные музыкальные Превращаясь там в более другие стили, более прогрессивные, современные И я решил тоже его, как бы, немножечко возродить через этот альбом Плюс все это в целом добавляет музыкальности в сами композиции То есть они музыкальные и приятно слушать Дима, скажите, пожалуйста, вот мы уже сказали о том, что альбом у вас вышел дебютный Но я так понимаю, что вы не первый год уже этим занимаетесь Как давно вообще, если корректно так выразиться, электронная музыка в целом Если можно объединить вот это все таким выражением Вошла в вашу жизнь Ну, я скажу, что где-то в году, в 2010-м, может быть, в 2009-м Появилась у меня такая идея заняться электронной музыкой Я просто работал вот в группе, играл в музыкальной, в рок-группе И что-то нам нужно было сделать, какие-то вещи с электронными там различными инструментами для наших там песен И я попробовал и подумал, а почему бы как бы серьезнее этим не заняться Очень интересно и довольно приятные, интересные вещи получаются Тем более, что все-таки что-то новое, когда уже ты привык заниматься одним и тем же И нормально Дмитрий, скажите, а у вас есть какой-то творческий псевдоним? Вы же не Дмитрий Будник подписан на альбоме, как-то по-другому? Как композитор электронный я называюсь оффален Это на шведском языке Просто приелось уже все на английском, на английском я решил назваться на шведском А вот я, вы знаете, заметила, что, скажем так, музыканты, композиторы, которые связаны с подобного рода музыкой Они имеют какую-то направленность, ну, космополитичную, я бы даже сказала То есть не только, допустим, на белорусского слушателя, но даже больше на слушателя заграничного Вот с чем это связано? Даже я бы больше сказал не на слушателя заграничного, а вообще на слушателя в целом Он вообще там, неважно, в Европе или в Америке он живет, или в Беларуси Тут не имеет значения, потому что какие-то есть определенные даже вот, ну, на мой взгляд, проблемы в обществе Которые я пытаюсь просто создать атмосферу определенную Дело в том, что как музыка, которой я вот использую этот стиль для выражения вот внутреннего мира своего какого-то Он, ну, в основном он безвокальный, то есть вокальные партии там используются редко, только вот в ремиксах чаще всего Вот, и приходится с помощью музыки, мелодики там определенных партий создавать настроение эмоциональное Чтобы просто человек почувствовал, что я хотел этим всем сказать Музыка это язык универсальный, ну, не нужны слова для того, чтобы что-то донести кому-то Дмитрий, скажите, пожалуйста, а вот у вас существует какая-то обратная связь? Вот вы говорите о тех проблемах, которые вы хотите донести до слушателя посредством музыки А вам когда-нибудь доводилось сталкиваться с обратными отзывами? Чтобы слушатель вам что-то сказал то, что вы действительно хотели вложить в эту композицию Вот такая связь между вами и слушателями Да, конечно, для этого существуют различные сети социальные, ну, для музыкантов, да И, то есть, там делишься еще своими даже наработками, не совсем готовыми треками И другие музыканты, и просто слушатели, они, естественно, оставляют комментарии свои Пишут, что вот они думают о твоем треке Даже иногда бывают такие темы, что стоит ли доделывать? Как вам идея, например? Вот даже такое бывает И, естественно, что отзываются, люди говорят об этом Есть треки, которые тоже вот в этом же альбоме есть трек, он называется на русском, сразу буду говорить Он называется как «Мои страдания» И описание к этому треку я написал, что пол жизни страданий там в трех минутах И люди отвечают, что да, я, говорит, это испытал Скажите, а вообще мы говорили о том, что музыка это достаточно космополитично, если можно так выразиться То есть она особых границ не имеет географических, по крайней мере Но если мы коснемся, допустим, Беларуси, Брестского региона Вот подобная музыка, насколько она популярна и востребована у нас? Ну я скажу, что вот, ну, как бы, мои наблюдения, да, вот уже как продюсера То есть меня интересует, какой люди слушают музыку в Беларуси Просто мои личные наблюдения показывают о том, что приблизительно категория граждан где-то от 18 до, включая, 35, наверное, лет Они все воспринимают и, как бы, может быть, не являются поклонниками Но, по крайней мере, они все воспринимают и с удовольствием слушают эту музыку То есть это можно понять, включив там радиостанцию какую-нибудь современную, вот белорусскую, тоже это чувствуется Но в любом случае будем, если можно так выразиться, повышать градус своего образования на этой ниве И уже завершение нашей с вами беседы Дмитрий, огромное вам спасибо за то, что сегодня утром вы пришли к нам в студию Ответили на наши вопросы Мы немножко больше узнали об электронной музыке Представили свой новый альбом Так что еще раз огромное вам спасибо за то, что вы нам приоткрыли дверь в еще какой-то новый мир Спасибо большое Ну и диски я вам, конечно же, подарю Огромное спасибо Спасибо большое Все, пожалуйста Мы напоминаем, что сегодня утром в гостях утреннего эспрессо был белорусский диджей-продюсер, музыкант и композитор из Бреста Дмитрий Будник Ну а сейчас на телеканале «Беларусь-2» реклама Здоровый я – здоровая страна! И еще об одних успехах Завершился областной этап республиканских олимпиад по учебным предметам Итак, в Брестской области наибольшее количество дипломов у учеников Бреста и Баранович Но юные эрудиты есть во всех уголках Брещины В каждом районном центре Брестской области есть свои дипломанты Таким образом, на заключительном республиканском этапе регион представит 200 учащихся по 16 предметам Пожелаем им удачи, а пока дадим слово юным философам и знатокам А почему облака не падает? Потому что они не могут, они по воздуху летают И они не могут, потому что они такие из газа состоят Потому что их солнце держит Они легкие и они держатся в облаках Когда солнце сверкает, а потом может дождь пойти и солнце закрывает от лука Потому что они плавные и сделаны из пыли белой Потому что их, наверное, ветер держит Потому что они легкие Потому что они легкие и сделаны из маленьких частичек воды и тумана Они сделаны из тумана, поэтому они не падают Для счастья человеку в день необходимо 7 минут объятий Мы очень старались поднять вам настроение сегодня Поэтому, думаю, виртуально от всей души мы вас обнимали 45 минут По нашим подсчетам, позитива до конца недели должно хватить Это была программа «Утренняя эспрессо» Меня зовут Вероника Яковец Мы вас ждем каждый будний день До встречи! Редактор субтитров А.Семкин